Помещение используется и на занятиях, если не всегда используется в спортзале. Кроме этого, комната бытового обслуживания, где вы на службе в свободное время, может подшись в своем бундировании. Делегации показывают казармы учебной классы одной из военизированных частей Оренбурга. В составе делегации, военкомы и главы муниципалитетов со всей области. Такой обмен опытом практикуется в регионе уже давно. Участники сборов подводят итоги призыва прошлого года, а также обсуждают специфику будущего. Так, к примеру, эксперты отмечают, что желание служить среди молодежи призывного возраста растет. Они все хотят служить в элитных войсках, или конкретное большинство хотят служить в воздушно-десантных войсках или в морской пехоте. Но, к сожалению, по состоянию здоровья не способны все служить, поэтому в зависимости от состояния здоровья мы отправляем только в те части, в которые они постоянно служат. На деле оказываются негодны к элитным подразделениям около половины желающих. Другое желаемое направление – служба по контракту. В этом году российская армия предоставила молодым людям право выбора – служить один год по призыву или два по контракту. Но не у всех будет такая возможность. Заявления рассматриваются только от призывников с высшим образованием, без проблем со здоровьем и с хорошей физической подготовкой. Около 80% они все проходят. Конечно, человек не должен быть несудим, не должен привлекаться никакой ответственности и все это остальное. Почему? Как вы вспомните, что несколько лет назад была там бедовщина в армии, было все не очень хорошо, поэтому армия сейчас имеет возможность брать лучших. В целом же призывная кампания 2016-го не будет существенно отличаться от прошлого года. Все так же особенно не востребована альтернативная служба. Около 700 человек по области продолжают скрываться от службы. Это число практически не меняется из года в год. Все это на сборах оказалось непосредственно в центре внимания. Вопросы исключительно практические. Может быть, они схожи друг с другом. Да, это как раз профилактика уклонения от воинской службы. Это проведение дополнительного медицинского обследования. Это решение вопросов бытового обеспечения наших призывников. Приказ президента Владимира Путина о старте призывной кампании будет подписан со дня на день. Ряды российской армии в этом году пополнят более 5000 оренбуржцев. Анна Солодкина, Владислав Горбунов, Новости дня.